всем привет ну и сегодня именно само dlc давайте посмотрим и в компании новые эти лорды и что доступно у нас для онлайна то есть если в предыдущей части речь шла как раз о free lc так называемых то здесь мы рассмотрим с вами те юниты которые непосредственно добавлены и вот как раз они то уже и очень существенно повлияют на мету зверей в онлайне это мы видим с вами двух новых лордов то есть помимо хазраков и так далее и от расширяющих пехотный ростер товарищей новый лорд у нас это тавракс медный бык ну это как раз вот тот ближний бойник не знаю все таки ищут меня снова терзает смутные сомнения уйдет ли тени дар из ростера зверей как наиболее такой cost-effective что в общем-то тавракс это ближний бойник вот с мощным таким доспехом с показателем 130 с достаточно высокой дисциплины небольшая скорость но она компенсируется усилением натиска вот этим открыть клич мясника 40 метров ну в принципе расширяя фракция и бафы на атаку пожалуйста под этого товарища под тавракса можно компоновать какие-то уже и билды и соответственно ростеры плюс что тут цель сам отряд урон огнем ну вот это уже привет этим кто он даже если все убрать у него все равно огненная атака это уже привет вампирам то есть уже никакие получается что у нас ну и брать его то есть призраки уже не страшны минус дисциплина эффективность против брони отлично высокая эффективность против одного отряда то есть 6 секунд какие-то у нас взрывы происходят ну что ж посмотрим 40 сопротивления урону это очень много аж на 40 секунд и 24 защита в ближнем бою то есть защита получается 71 достаточно много и уникальное это изрезанный рунами топор перезарядка еще и в ярости в ближнем бою урон оружием 10 атакой базовый урон оружием то есть и сквозь доспехи 15 и ну то есть грубо плюс 15 к этим показателям 2 300 сколько там холик стоит сборки да насколько это целесообразно вообще но тем не менее новый лорд и выглядит это крайней мере достойно плюс новый герой с возможностью посадить его на колесницу воин гор с уникальной способностью что плюс 4 дисциплина плюс 5 защита блин 37 защиты для коляски наверное это да то есть если его действительно использовать как ближнебойника в чистом виде но он так и есть ближнебойник в чистом виде если его брать то брать только скорее всего на колеснице с противопехотным этим бонусом то в принципе почему бы и нет плюс 5 защита 37 для коляски в общем-то это достаточно такой хороший показатель но и пьяница из волчьего ручья кентигоры сметательными топорами все классно на самом деле и обилочка вот это вот восстановление здоровья и дисциплины и бесконечный запас сил все это конечно очень здорово вот стрельба в движении передовое развертывание прячется там везде где только можно ну вот и первобытная ярость тоже все это конечно же классно 10 процентов скорость то есть это достаточно будет быстрый отряд с бронебойным еще и с ядовитым выстрелом но меня смущает конечно же дальность ну хотя бы там каким-то 85 бы наверно потому что но 1100 и 1200 сила оружия меньше натиск меньше доспех меньше у нового кентигора сметательными топорами и блины хп меньше как-то посмотрим как это будет заигранной будет ли это обыграно но за 1100 если еще взять аналог каких-нибудь там бретонцев да что там кстати у бретонцев подобное потому что то есть подобное у бритов давайте посмотрим где они эти стрелкова она не они вообще 750 ядовитый выстрел но 125 125 да он конечно же уступает вот здесь базовая скорость пожалуйста 92 то есть давайте вот так вот сравним да где он здесь то есть у него минус хп минус доспех минус дисциплина скорость которая должна поддерживаться у нового кентигора понятно с помощью разных этих обилок сила оружия так как ближний бойник он конечно сильно проигрывает но и количество боеприпасов и дальность урон оружия мурона вернее от выстрелов меньше все-таки бронебойка блин 125 и 70 ну это конечно же очень большая разница ну и в цене понятно но нет все таки range это наверное основополагающая для хашки по крайней мере законтрить тех же хаоситских то есть сколько эти товарищи у нас по 750 блин у них 90 радиус ну хоть вот 90 еще ладно как бы можно было бы подумать здесь весь все бронебойки радиус 70 как-то за 1100 пожалуй что и нет так и высшие эльфы да где что у них там было подобное тоже с ядовитым выстрелом до 900 так 900 и что по характеристикам получается плюс 70 range минус 13 урон 13 урон конечно существенно то есть если он добежит на стреляет кентигор порядочно но надо еще добежать успеть так еще это меньше хп на доспех посмотрите он весь в плюсах эти вестники ветра и в скорости в дисциплине и в доспехах ну так он 900 и боеприпасов и натиска больше понятно бесконечный запас сил и так далее но использовать его просто как кавалерию знаю какие-то бормозей бормозей серьезно ну что ж посмотрим на бормозе аура безумия нанесение урона бойцам действует если в ближнем бою классно действует постоянно прямой урон замечательно брызжущая желчекровь вихрь под действием вихря в ближнем бою высокая эффективность против группы бойцов ну в принципе вырываться до из толпы нормально ну и плюс все-таки плюшки ужасающего вида сопротивление уже магическая и отравляющая атака и бронебойность преимущество против пехоты кстати вот у этого товарища этого нет у второго по-моему рукового быка ошеломления минус 10 защиты вот этот кстати по сравнению с тем же тавраксом наверно более интересно смотрится на роковой бык то есть тот же самый клич мясника и посмотрите 1592 сборочка ну хорошо здесь хорошо уберем этот урон огнем да уберем эту обилку памятуя о том что пожалуйста 10 атака неистовство да кличет от мясника и так далее 1990 1590 круга ну наверное если брать ближний бойник а то вот все таки вот этого нового товарища предметы тут ни о чем естественно смертельная резня при такой бронебойном уроне не требуется ну и плюс хорошая белочка вот это удар шипами и атака в ближнем бою базовый урон оружием то есть вот так же он пеший и вот этот эффект от атак минус скорость и минус защита конечно он смотрится очень хорошо поэтому связки с каким-нибудь магом это может выглядеть конечно здорово бармазей ну посмотрим вот вы знаете жаль что дыхание наверное не положено но в свое время косо смотрение ли и на тоже ледяного змея у норски но очень быстро было найдено ему применение особенно против воторков я помню одно время очень здорово это смотрелось горгон так бонус против крупных целей аж 30 хорошо на уровне этих и очень важно конечно 8 очков здоровья в секунду конечно пусть и 2000 до это не какой-то там этот шаг вот конечно но тем не менее давайте даже сравним с тем же шагу там то есть по цене он почти так же стоит но почти ли также 2 а тут 2 200 если мне не изменяет память сейчас мы посмотрим сравним шагу там все это дело они две тоже но мы с вами видим что характеристики сила оружия меньше и хп меньше и дисциплина меньше до выше доспех да он быстрее да у него выше защита болей но вот это вот 8 здоровья в секунду конечно плюс тяга крови тут мне кажется больше пока горгонус склоняюсь я за те же самые деньги плюс мы видим с вами до аурорную версию бармазея то есть матка из вор бергланда от кгланды нормально так 2 100 2 100 и плюс добавляется минус 30 доспех но более не очень крутой нанесение еще и урона бойцам у нее аура безумия то есть как в обычной версии и желчекровь что там еще деревья не помеха то есть в лесу пожалуйста такой универсальный отряд противопехотный хотя здесь да тоже противопехотная это у нас конечно же и магические атаки ну привет призрачным всем отрядам ну то есть очень классно это смотрится и рорная версия что она у нас добавляет на добавляет еще и неистовство то еще так мы это убойная вообще две две пятьсот пятьдесят две пятьсот пятьдесят были ну давай посмотрим 10 дисциплина стандартно 12 9 то есть плюс минус там один стат неистовство 2 500 плюс ну что атака 69 ну атака конечно будет мощнейшая то есть вот у него сейчас 69 под неистовством получается 79 атака и урон уйдет и и натиск и базовый этот ну базовый урон то ладно не спринчивать к психологии то есть как бы все ясно те же самые 30 как-то думаю вот этот найдет свое применение в онлайне так ну и что еще добавляет у нас то есть добавили в общем-то той монстроты который все-таки зверям естественно не хватало вот спорная хашка это все так или иначе я думаю мы все равно увидим кто-то будет использовать вот эти юнит и мы посмотрим на них как бы в действии мы их точно увидим даже вот этого вот товарища за 2 550 ну и давайте посмотрим как они выглядят в натуре ну и кто бы сомневался что модельки у креатив эссамбле дизайн их по крайней мере великолепны то есть вот он этот рорный бармазей со всеми своими плюшками нанесений вот это конечно очень жесткая тема нанесения урона бойцам это конечно класс это наподобие вот этого жезла скверны или как он там у этих кто он скажите мне ну как дьявола крыс это у крыс прикольные черти это не рорная версия и очень сильно отличаются они визуально по крайней мере цветовая гамма совершенно иная так горгон да вот она на 2 ох прям повеяло киберпанком здорово еще один так а ну-ка давайте попробуем может быть что-то получится сразиться с этим так ну и роково ну вот роковой бык сам несется посмотрим так и тавракс но вот тавракс там как раз с двумя топорами и вот достаточно такими большими ну-ка посмотрим но очень красивая конечно же моделька посмотрите горб у него так вот прям переливается шикарно тут даже вообще вопросов никаких креатив быть не может в плане типа как доспех да то есть он полностью чуть ли не как бы залит получается мы по крайней мере выглядит это визуально именно так так враги напали на союзника ну давайте посмотрим сейчас шагу ты ему здесь отвесит ну или по крайней мере мы увидим так ну и натиск 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 что у него там перезарядка тяга крови клич мясника плюс сила от плоти 8 очков здоровья сразу у него включаются как только он вступает она у него опять таки это только если он в ближнем бою вот это кстати очень существенно нету так как такового регена плюс 4 когда ты вне боя находишься здесь ты должен находиться в бою то есть только это по типу даже не сила от плоти по типу голода вампирского уже до такой себе ну в дуэлях это наверное будет смотреться очень хорошо посмотрите какой здоровый блин он больше шагу то больше шагу то размером это все конечно и у него еще этих четыре руки да то есть атакующих четыре конечности тут до восстановления то есть она не действует до какой-то определенный период ну и ключ мясника 67 атака ближнем бою дисциплина 79 ну понятно она сейчас в бою находится она проседает ну достаточно быстро он расправляется тут я думаю один в один если шагу там схлестнется ну что можно сказать привет хаос надо что-то думать потому что если вот таких вот 12 выйдут на поле боя против хаоса то все если они будут убивать шагутов то извините вот плюс еще вот эти вот товарищи с противопехотным бонусом с ядовитыми там с магическими атаками и как бы все на этом вот такие дела так ну и воин гор ну понятно здесь обычно это колесница погонщик колесниц да загномов ничего там нового дано не было и бежит бежит шагут а у этого черта посмотрите еще три с половиной тысячи хп и конечно этот тест этот тест там даже не назвать но тем не менее это достаточно так показательно он расправился с шагутом такие дела провожает он его теперь с поля боя все ему не выбраться так ну и князь тут зигульца князь зигульта роковому быку по итогу наваливает и наваливает неплохо что тоже достаточно показательно давайте посмотрим и 62 атака вроде бы и минус 10 защиту он дает а ну понятно зигульта тут он все подряд прожимает но у него основное то это да вот он под воздействием минус 10 защита но при этом него что туда и скользкая шкура срабатывает и стоять насмерть да у него нету бы нет бронебойки но за счет зигульта еще и бесконечный запас силы и не восприимчивость психологии то есть он общение не бежит нифига он навалял она у него еще и героически смертельный удар тут как бы есть ну блин чувак серьезно удар шипами 24 атака в ближнем бою ну-ка стой блин да что это такое какой же ты блин бык блин 20 76 атака еще и все раскалывающе чеш ты такой и валовый блин бедла так здесь а здесь еще отоварился ну как-то да мы видим что 2 600 это всего лишь один шаг год но цена то та же самая и так или иначе победа над шагом оказана поле одержано и плюс сила плоти все таки оставляет более благоприятное впечатление от этого поединка так ну и теперь компания я почему на центре вихре более-менее еще знаком с этой картой со смертными империями не так конечно так ну и теперь мы видим с вами здесь и тавракса он стартует на этом черном пиратском береге то есть у него в старте ничего себе минотавры со щитами горгон у него здесь так буйство поддержа дор с помощью серии побед виктор шаг награды и усиление ну ладно стоимость минус 25 для увеличения численность минотавров минотавров щиты то есть он под монстроту чисто под минотавров ну и понятно и эффекты лорда в регионах эффекты реки крови суммируется до трех раз что-то позначит реки крови ладно для минотавров сразу баф и кровожадный зверь со старта нормально нормально чисто такой ближнебойный товарищ ну и конечно же интересует еще и акси отель да мы видели стартовые эти его так они наверно отличаются в смертных империях одни там другие так что ли мы посмотрим сейчас там да а нет да вот он тот же самый горгон все все как в предыдущей части было так ну и видение древних выполните задание чтобы помешать злодеянием хаоса безмолвные святилища приемлемый климат все содержание между 5 для сынков и хамелеоновых сын как ну такое себе конечно это нам на старте конечно это очень мощным вот однозначно для старта это великолепно то есть пока дозавров дойдем на сценках можно вообще не экономить так и приемлемый климат все это вообще шикарно уровень опыта для всей пехоты сынков скорости и урона от выстрелов плюс один процент то есть можно поднять на девять процентов не считая бафов в веке развития атака и защита за каждый уровень опыта для всей пехоты сынков плюс один то есть тоже можно поднимать помимо всего прочего и эффекты лорда за нарушение границ шикарно доступ к режиму виртуозной засады то есть это уже ближе к крюсюкам урон для всех отрядов пехоты с сынков ничего себе 50 бронебойный урон 50 процентов фактически у них у всех бронебойка и опыта отрядов 200 процентов против зверолюдов хаоса и норске отлично но вот это я хочу увидеть нибеса над ногородом окрасились в бодровый свет ибо темные годы таборны заврак роковой бывшей живой медиа устроил их честь славную весну но кровожадному дверю этого маха не виджись своему следе из бедене плоды для разрушения суверкнули щедрую награду за куда более ухаживаться заврак должен затарить кровавый путь сердца сны где восхищается самый плодящий из всех камней что же там за такой на и гнуснейший ритуал маха 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 ну пафосно на словах по крайней мере я говорю о тока вихря нашпигована лордами то вообще ничего свободного практически нет уже то есть везде какие-то либо личные легендарные лорды либо разные фракции понятно сразу с норской сражается то есть вот он баф сразу герой причем на маунте да да классные анимации какие-то значочки то есть на самом севере стартует ну так тут дарки вот они рядом бей не хочу а вон как переработали замерзший город сихулиля теперь не будет там так мы здесь под фракция норский новая так замерзшем городе стартует товарищ наш знакомый так а что здесь так вид безмолвного светилища а вот тут еще какие-то бафы за это вызревать все соседние регионы пузырь это вызревать этот регион минус 10 для всех войск все войска в этом из сопредельных регионов то есть в каждом строй да и нормально доход от трофеев после битвы 25 процентов 25 процентов что еще тут можно сила оружия для всех войск урон от выстрелов а ну то есть что-то одно только можно построить да неважно не имеет значения здесь что мы видим великолепная какая ветка блин как классно они конечно компанию стоимость найма за 500 монет минус 35 процентов майма минус 1 длительность для всех отрядов о ее до и на пятом что мы видим только один до во всех фракциях при изготовлении нового предыдущий будет уничтожен обозначает этот регион как место куда может отправить с помощью карты видений древних спас бросок 10 процентов местной армии классно так и этот товарищ у нас он что получается на маунте сразу да ну-ка давайте глянем что там у него навыки ну либо он такое если бы тупчевую он еще и стрелковый 120 урон от выстрелов сила оружия ой 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 это что за бес тут такой оракул священных скрижалей но мы сейчас тогда еще и онлайн заглянем так ну и непосредственно сам акси отель да кстати новая в компании появилась когда вы нападаете на соперника и у вас есть побитые отряды то эти отряды они под подсвечиваются то есть вам компьютер показывает что такой отряд может больше всех пострадать так что еще замерзшем городе цепочка построек в общем то она стандартная для этих городов но выглядит все это классно конечно вот это вид безмолвно это безмолвное святилище очень здорово выглядит так и что еще видение древних до что-то новое до конкретное новшество то есть можно что-то где-то выбирать но тут уже для тех кто играет в компанию пожалуйста я просто показываю вам визуально эти механики давай потом все это переместимся белгар стенолом то есть посмотрите изменилось окно раздачи ухты доступ к раскалывающим атакам то есть только на какого-то юнита да может быть повешено ну и боеприпасы пожалуйста тогда еще одно но что типа как знамя до потери средние итоги битвы результат авторасчета то есть теперь вот маленько все это выглядит по другому то есть также да мы наводим и он нам сразу показывает какой отряд может быть полностью уничтожен такая то что здесь новые какие-то храг новая субфракция исследование исследование стандартные причем две сразу на старту на старте дается очень хорошо ну вот так вот аксиотель выглядит так ну значит нужно посмотреть еще этих так ах нет вот еще раз блокируйте безмолвные светилища то есть собираем камни разблокируем вот новая механика пожалуйста очередная новая механика у нас за лизов хотя казалось мы вот это призрак пауакса новая субфракция за лизов то здесь оракул мы видим оракула сцинков он у нас гармоничное слияние порыв ветра огненный шар звероблик висана роковая стая кровь земли отлично так ну барабан войны ксалтека ладно и опаловый амулет то есть он вот сразу такой вот товарищ дорогой что там сейчас использует ну хорошо мы оставляем там какой-нибудь атакующий закол до предметы ну пусть мы вообще не берем 2 345 но с учетом того что он на маунте да и сразу крупная цель еще и бонус против крупных еще это и взрывы том я так полагаю он этих денег должен стоить как герой плюсом как ближний бойник достаточно высокая скорость 75 ну нормально то есть такая вы выше средней и сила оружия и ядовитые атаки и ядовитый выстрел и вот эти вот урон от выстрелов аж 150 против крупных целей очень хорошо акси отель все это вообще дешман великий хищник у него новая обилочка 25 скорость ах еще и плюс 20 процентов дальность то есть у него 120 где-то под 150 до дальность получается и предмет его золотая дыховая трубка птухи магические снаряды как-то так эти магические снаряды то используется то нет все таки стрела курмуса крайне мере вот до настоящего времени выглядела в этом плане вне конкуренции так дикий троглодон видим новый отряд и в том числе сразу ровная версия его отлично так что из монстров дух тип пока один и второй тоже ровная версия ну а ну и только в компании как раз да понятно что те кто доступны так ну и давайте посмотрим их натуре дата здесь больше нету то есть вот так еще монстроты добавляют ли зам так всего то ли он со скоростью что там 54 никаких бафов на скорость нету только на дальность ну в принципе на сам сам отряд минус скорость до незаметность и меткость дает ему это и 144 дальность ну бронебойка плюс ядовитый выстрел нормально пойдет для любителей и летающий юнит ой какие изящные красивые красота красотенская могут соперничать даже с этими фениксами посмотрите какие они красивые мерорная версия и обычный так это тоже у нас стрелковые отряды сумма помрачительными статами урона от выстрелов против крупных 150 link у вас плюс еще и что там и ядовитые бронебойные и ближки с атакой 39 даже с ядовитыми что-то там ближки сможешь многого ты не сможешь но тем не менее так ну а летающие так летающая версия ого и вихре шипастый щит вот это классно вот это мне нравится дух типа к у этого духа типа к молния да не такое и молния уранона слушайте ну здорово скорость 80 ну там дисциплина ладно атака это магические атаки плюс скрытность еще влияет под ним можно что-то слушать и но это вообще отличный для тактики 25 сопротивления выстрелом нестандартные 15 здесь мы тоже видим 25 не но изгнание вот это мало изгнания да и шипастый щит конечно очень здорово все еще посмотрим ценники то есть что-то не обратил внимание так и ровная версия да вот он он скрытность раздает на них они вот кстати скрытные все все скрытные стоят ну понятно что этот еще далеко но тем не менее на ровной местности на голом льду этом чистом снегу их не видно здорово так и тут что дается 24 атака в ближке передается так ну она когда у нас доступна цель сам отряд еще и на союзников 40 метров пожалуйста перезарядка в ярости в ближнем бою 40 метров 24 атака так и здесь на первобытный этот рёв она это только восстановление заблокирован потому что не в ярости не в ближнем бою 31 секунда нормально 31 секунда это хорошо так и оракул с цинков вот он этот герой маг да он сразу у нас получается на каком-то этом типа карнозавра что-то да давайте посмотрим на него вблизи шикарные модельки конечно тут вне конкуренции вообще со плюс тоже он еще и стрелковый 120 дальность здесь 120 и здесь тоже 120 ну в принципе ни одна хашка до них по большому счету то и не дотянется поэтому в этом плане не могут чувствовать себя спокойно а то что бронебойный урон и против крупных целей то есть это такой антиквали риски здесь вообще 1067 урон от выстрела а если он еще и невидимый успеет там дать два-три выстрела пока его заметят но хотя бы два уже это дорогого стоит но эти красавцы очень красиво сделано поискал там у себя обложек ах ну давайте же в полете на них посмотрим как же нет не посмотреть да как же мы летим но они так не зайка летают я вижу до новый штрих до фениксов появились конкуренты летающие ящерки еще восемьсот пятьдесят две сто тысячу семьсот ну для таких характеристик наверное пока выглядит эта цена хотя 2000 найдут применение то есть мы увидим с вами буквально там через неделю игры этими юнитами мы сами увидим кто устаканится в мете ну а то что они найдут свои применения в компании это бесспорно ну что ж вот такое вот дополнение получилось у крейти фэсэмбле вот если в первой части как-то чисто фрил си да даже фрил си посмотрите какое наполнение да вот в первой части мы видели а здесь мы видим что ростер сильно расширяется конечно хотелось бы увидеть новые какие-то отряды пехотной составляющей а не только монстров но добавили что зверям добавили что лизам добавили это монстрота и выглядит это великолепно